Приветствую всех, с вами Несерамос, мы продолжаем проходить четвертую Final Fantasy и мне повезло я совсем немного потратил даже вот это только вторая пачка вот ту которую я тогда уже начато использовал и вот эта вторая пачка вот столько я потратил и получил хвост это у нас будет пожалуй такая небольшая серия или не знаю, может и продолжим, в во всяком случае перерыв не точно сделаем да, ничего с этим, этих ближней атакой не забить кстати говоря я Сесилу выдал кровавый клинок который видите насколько слабее и Кейну выдал кровавое копье которое чуть-чуть слабее и тем не менее они так карали этих, короче я от всех свалил сейчас хотя ладно от этих можно не сваливать нет от этих надо потому что я не восстановился я сказал от вас надо сваливать сейчас пойдем применим этот хвост потом можно еще их будет выбить несомненно сколько угодно, насколько мне известно их можно выбивать так что все очень хорошо ну спать сюда возвращаемся на планету на свою родную я вот уже не помню а лично мой кораблик там ну что поговорить с нами только о каких моему принесем хвост это же легендарный розовый хвост вот держите это взамен броня сделана из адаманта адаманти то я решил кстати говоря вернуть вот такую конфигурацию команды все таки я как то так привык но Кейна и Сесила именно их решил вперед поставить а не как в прошлый раз Эдж был впереди потому что они вполне себе хорошо получают регенерацию от своих кровавых орудий и вот давайте взглянем чисто вот насколько она круче как вам такое или вот такое честно говоря тебе вот это я на самом деле даже не знаю кому ее выдать это видите насколько она крутая это самая лучшая броня в игре так что не зря в принципе я на нее пытался набить так мне кстати более интересно вот давайте чисто я хочу посмотреть какие она бонусы дает короче говоря короче говоря 67, 47, 56, 29, 99 хм не слабо так с для кем кем вот только И, кстати говоря, если я не ошибаюсь, давайте бой проведем. А, ну да, у меня же мама нет. Короче, так, по идее, должно сработать сразу. Я забыл подлечиться. Ну да. Давайте попробуем вот так вот. Бам. А, нет, смотрите, значит, другой предмет. Так что, окей, насчет защиты. А, она сама, по-моему, дает такую же защиту, как вот эта. Что это тогда, допустим, вот сюда вот. Выдом. То есть, если я выбью... Сейчас покажу вам этот предмет, с кого его можно выбить. Так, если я можно... Вот этот вот, Керсет Ринг, проклятое кольцо. Если его выбить и надеть его вместе с предметом, который дает вот такие вот свойства. Ну, лучше, вот, к примеру, если вот с таким шлемом надеть проклятое кольцо, то эти защиты превратятся в исцеление. Соответственно, вот эти три стихии, если с этим надеть проклятое кольцо, которого у меня, правда, еще нет, ну, абстрактное, если его надеть, там куча параметров понизится. Но, тем не менее, вот эти вот три стихии будут поглощаться. Так что... Это такой вот небольшой повод задуматься. Думаю, Роза теперь у нас должна быть вообще непробиваемая. Изначально я хотел, как обычно, Риди это выдать, ну, поскольку она самая сильная в плане того, что способна просто крошить все живое в капусту. Но решил все-таки Розе, так как... Ну, полезно, что ли. Не знаю, как это объяснить. Чтобы у героя поддержки была именно... ...своя непробиваемость. А уже всякие там... ...вторую броню... ...вторую броню я действительно уже Риди выдам. Когда я ее выбью. Но это уже будет, возможно, после прохождения. Так, ладно, давайте я вернусь в замок. И... ...оттуда уже продолжим. Кстати говоря, совсем одну вещь забыл. У нас же вон сколько денег набралось. Ну, неудивительно, за каждую битву по 200 тысяч. Так что, давайте кого-то сюда вот сгоняем. И для закупки всякого дорогого барахла. Вот эти штуки падают... ...тих... ...чудищ. Офигеть, я могу эликсиров просто... ...эликсирами... ...купиться. Заодно давайте всякий хлам выкинем. Так, это не нужно. Фиксирую, берем. Эти не нужны, не нужны, не нужны. Пять сурикенов выпула с этих. С этих же слизняков розовых. Ах, убрать, это убрать. Убрать. Это все-таки... Не знаю. Это убрать. Все убрать. И эликсиры, на самом деле, мне пока не нужны. Поэтому их так, закуплю, чтобы были. А, конечно, надо перелететь. Сетябуря, давайте посмотрим, сколько я этих вот розовеньких успел загрузить. Не ты, не ты. А вот. 925 штук. Калькулятор мне показал, что это 185 битв. Нормально, в принципе. Немного. Я ждал, что будет намного больше. Так, продолжаем. Организуем. И пойдемте прямо вместе с вами. Вот. Натал этот замок. И, как оказалось, вот эти кровавые орудия успешно слизь выносят. То есть они в любом случае наносят приличный урон. Вот этого я и не знал. То есть... Я удивлен, что они и потому. Я их чисто попробовать решил, ну, просто чтобы они хоть понемножку себя восстанавливали. А, смотрю, они там по 5-6 тысяч этим розовым выносят. Я в этот момент чуть-чуть-чуть подофигеть успел. Да, сила, конечно, понизилась очень прилично. А сейчас дойдем до замка, чтобы уже слизи не было. И... выдам нормальное оружие, потому что... Внутри этих подземелья очень много находится зомби-врагов. А в которых Сесил Скайна просто тупо саморазвоплотятся. Кстати, оп... Оп, сколько? Хм... Совсем немного прибавилось. Ну, относительно. А, это... Конечно. Ох ты ж. 82 скорости. Охренеть. А я что еще? Это кольцо, что ли, как прибавило? И это... Откуда? Так, нет. А, вот этот хлыст подбавил. Окей. Я помню, просто было 70 с лишним. Кристальный дворец. Все, экипируем. Хорошее оружие. Ну, вот и нашлось именно действительно хорошее применение этим кровавым моим клинкам, которые была вероятность, что мне могут и не понадобиться больше. Так, экипировка. Что я хотел? Ладно. Будешь, если я ничего не хотел? Народ, я тебя боюсь. Палка из заднего ряда 4 тысячи вынести. Вау. Это редкий дроп с них. Не самый, это третий по редкости. Вот. Шикарно. Правда, я до сих пор не придумал, кому мне вообще эту сумму выдавать. Она толком-то особо получается, что никому и не нужна. не знаю, но не знаю. А то сейчас уже действительно, мне кажется, быстрее будет обычными автоатаками убивать. Не, этот палк, похоже, действительно против именно колдунов работают, как вот этот ножичек в мейдж-мэшер. Да что ж вы тут от нее, бронированные? Бронированные демоны. Не помню, как финт, переводится правильно. Так, хочу посмотреть, что с этого бронированного финда падает. Armored финд, вот. А, коттедж и три разных топора. Я вот с него, кстати, ядовитые топоры выбил, по-моему. Ну, топоры меня особо не интересуют исключительно по причине того, что они двуручные. Чтобы им пользоваться, нужно очень сильно понижать характеристики защитные персонажа. Стоп. Так, окей. Я тоже подумал. Видимо, надо меньше думать. выжило. Здесь я был, да. Тут я аж метки кристальной экипировки получал. Так, B4. Что вы делаете? Ладно, сами напросились. Будет вам по-хорошему. Так, чтобы сразу эти драконы поняли, что от них хотят. серьезно, Серьезно, что ли? Дракон, не знаю, выдержит, что ли, для прикола проклятое кольцо. Оно у тебя второй, второй по редкости. Так что должен, по идее. Не хочет хоть какую-то пользу принести. Так, здесь у нас лунное подземелье, в котором ничего нет. Принамечусь. прям обожаю, когда они чувствуют в комнате. Мега-вспышка. нету. На 100% это подземелье мы с вами зачистим действительно, когда уже после того, как зачистим финальному боссу лицо. Даже посмотрим титры. Потому что почему нет? здесь у нас здесь у нас именно то, где я проходил. Серый дракон. интересно, этому дракону удобно в такой скрюченной спиральной позе стоять. Я вот на него смотрю, мне уже немножко неудобно становится. красота. Быстро загасили его. Ага, вот комната с этим хотя здесь я не был. Глазик мой. Хотя не мой. Мои глаза на месте, к счастью. Ну еще сейчас опять сдохнешь. Не успеет циферка даже перелеснуться. Ага, очень полезная лестница. А ниже я еще не спускался. Вот эти фумусюрикены. Стрелы опять артемисовые. Вроде в русском переводе их перевели как стрелы артемиды. Возможно они так и переводятся. Честно я не в курсе. Вот серьезно. че ха-ха-ха ха-ха и палка в глаз. Серьезно? Ну ничего, сейчас он Сразу Закончится, не будет своего Свою коронную камикад сделать Здесь я еще не был В такой глубине О, а вот и кстати кольцо Кстати это хороший способ Проверить Является ли вот эта броня защитой От стихий Давайте пока к сундуку сходим О А, это нормально Окей Давайте тогда вот так сделаем Насколько мне известно Эта броня вроде должна давать защиту от трех Стихий Да Собственно как я и говорил Превращает Уполовинивание урона В полноценное лечение И это кстати даже действительно может зайти Прошу прощения А, уже поздно Уже поздно У меня уже такой есть Я его именно выбил С существ Естественно Ну и кроме Розы и ридии Никто не может эту штуку надеть Уже не актуально стало Уже не актуально стало Но уже поздно По-моему там с ним что-то произойдет Он не зря сам на себя намекает Что типа Вот я уязвим к молнии шарахну Меня молнией Кстати интересно Сирена сработает Да Давайте посмотрим Что будет если его молнией шарахнуть Хе-хе-хе Я обманул вас Типа он нам отплатит Что-то там А он просто начинает Очень жестко выносить Магией Этого электричества Ну кстати действительно стоит Оставить Это колечко Потому что Это повысит выживаемость А он тоже может его надеть Так что в принципе можно Можно и ему даже выдать Но это Нет он все-таки бьет В физическом Ну в ближнем бою Соответственно ему Как-то пополезнее Чтобы у него не уменьшались Характеристики Что пускай роза у нас будет Неуязвима против Трех базовых стихий Хорошая Хороший вариант А вот Вот оно В чем прикол Точка сохранения Находилась дальше А не до Комнаты с Этими розовыми Слизняками Немножко подзабыл Уже очень давно Не бегал здесь Давайте сюда же В соседней комнате По-моему сейчас Будет Что-то Жажда Получить Это копье Должно Исчезнуть Чумной ужас Честно сказать Я не помню Что с ним не так Чем он так опасен По-моему он будет Как-то Как эти Архимоны Баловаться Вот этой смертью Ааа Он от всех Баловается смертью Нужно его Успеть завалить Быстро Впрочем Не думаю Что будет В этом Проблема Ну да Получено Святое копье Святое копье На принципе окей Давайте Заодно оно будет Стихией света Бить Значит против Всякой нежити И прочим Оно будет Эффективнее Так Или У тебя украсть Так нет Давайте Перейдем На атаку Чтобы автоатаку Может было назначить Нормально Да успокойся ты Не буду я в тебе Молнии бить Ты не достоин Моей молнии Додумался Да ладно Окей Не понял Че-то До меня Не дошло Почему Лидия внезапно На магию Переключилась Ну ладно Мы никогда Не отдадим вам Лента Защищенная Священной силой А я вот Кстати сейчас Не понял Это Получается Я Нарвался На врага Как во время Скриптовой Какой-то Вот это Во время Скрипта И налетел На этого врага Получается Что сначала Враг сработал И потом уже Только сам Скрипт И А ну я Нормально Я бахамута Призываю Бахамут уже Они в меня не отразят Просто Очень забавная Ситуация Получилась Что Я наступил на клетку Было сражение С обычными Противниками И потом Сразу же Вот эти Видимо Это должно Было Именно Совпасть Да Ты Че Должили Нежить Хилиться Не Ну Ребята Вы Неадекватны Что Против Меня Хотят Сделать Ничего себе У меня Защита От Магии Кстати Это было Больно Это правда Было Больно Можно Можно даже Немножечко Сказать Что Я был Удивлен Хотя Это не очень Больно По моему Да Это больно Но только Эджу Так Отражение На нас Не навесилось Так что Все хорошо Лента 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 У нас Даже Круче Я действительно Надену Обе Ленточки Нашим Девушкам Потому что Им Защита По моему Это Абсолютно От всех Статусов Защищает Ну Возможно Кроме Всяких Сэп Которые Летучие Мышь Накладывают Вот Это Постепенное Уменьшение Здоровья По моему От него В принципе Защититься Нельзя Основных Статусов Абсолютно От всех Соответственно Непарализовать Не смогут Я в любом Момент Смогу Нормально Подлечиться И Ридию Не оконфузит Что Она Своей Всеразвополучающей Мощью Просто Не разнесет Нас Что Это Именно Я думаю Как Так Нафиг 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 Я один раз Сохранился Одного Раз Хватит И давайте На этом мы Закончим Данную Серию В следующей серии Мы закончим Уже Сюжетную Сюжетную Часть Этой Игры А сейчас Я благодарю Вас за Внимание Оставляйте Свои Комментарии И до Новых Встреч В следующих Сериях